Другие популярные глаголы, которые работают также. Я здесь брал глаголы по популярности, то есть по частоте использования в ежедневном общении. Друзья, всем привет! Сегодня у вас вторая часть урока. Как научиться думать на немецком напрямую, а не переводить по отдельности каждое слово. Первый ролик, который вышел несколько недель назад, набрал уже 50 тысяч просмотров, то есть понравился вам, и поэтому мы продолжаем. Итак, как же все-таки взломать мозг и не думать? На русском, а думать сразу на немецком, говорить как носитель, хотя бы в ограниченном объеме. Наверное, вы удивитесь, но на самом деле вы все это уже можете. Абсолютно все, кто хотя бы пару недель учит немецкий. Как спросить на немецком, как у тебя дела? И все из вас наверняка сказали Но где в этой фразе слово у и тебя? Где здесь слово дела? Нету слов, потому что по-немецки эта фраза звучит по-другому, и вы ее выучили целиком, просто понимая, что она значит, не вдумываясь в ее грамматику, в ее каждое отдельное слово. Как будет по-немецки, как тебя зовут? И вы также уверенно спросили А где слово тебя? Опять, здесь нету слова тебя, здесь есть слово ты. Du это ты. Потому что по-немецки эта фраза звучит, как зовешься ты. Wie heißt du? И видите, на начальном этапе обычно вы просто это учите, запоминаете и потом используете. И не задаете лишних вопросов, как правило. Потому что первые фразы идут легко, что стоит запомнить всего несколько фраз. Но когда количество таких фраз, таких глаголов, а глагол это главная единица языка, не устану повторять, растет, вам с каждым разом становится все сложнее, сложнее, и вы перестаете просто говорить, учить, повторять, а начинаете пытаться разобраться в нюансах. Иногда это действительно помогает, иногда надо понять, что, почему и как работает. Кроме того, слава богу, в большинстве случаев немецкие и русские языки совпадают между собой. Но сегодня мы займемся именно теми сложными случаями, когда совпадений нет. Итак, для начала мы разберем глагол, который с русским все-таки совпадает. И это будет наш локомотив. За него будут цепляться другие, более сложные глаголы. Hoffen auf accusativ. Кто из вас знает, как переводится? Надеется на. И зададим вопрос обязательно. На кого надеешься ты? Auf wen hoffst du? И ответим. Ich hoffe auf dich. Я надеюсь на тебя. Еще раз. Auf wen hoffst du? На кого ты надеешься? Ich hoffe auf meinen Bruder. Я надеюсь на моего брата. Вот если это все вам понятно, повторюсь, как и в том уроке, то дальше будет тоже понятно. Если все-таки даже здесь вы ничего не понимаете, почему, допустим, изменилось окончание auf meinen Bruder, то этот урок для вас слишком сложным покажется. И вам обязательно нужно посмотреть в плейлисте вся грамматика немецкого языка. Уроки 10, 17, 20 – это основные критические уроки, без которых, в принципе, двигаться дальше вообще чуть выше уровня А1, прыгнуть никогда не получится, если вы полностью не освоите эти уроки. Так вот, берем следующий глагол, warten auf Akkusativ, как переводится, ждать. Но по-русски будет я жду тебя, а по-немецки будет ich warte auf dich, то есть дословно я жду на тебя. Соответственно, чтобы спросить, кого ты ждешь, мы должны спросить, на кого ты ждешь, я жду на тебя. Ведь это довольно логично и просто. На кого ты ждешь, я жду на тебя. И не так важно, что это с русским не совпадает, мы должны это запомнить, чтобы говорить правильно. Еще раз. Auf wen wartest du? Ich warte auf meinen Bruder. Кого ты ждешь, я жду моего брата. То есть не надо переводить каждый раз дословно. Каждый раз переводить на русский вот это на не нужно. В чем же суть урока? В чем же фишка, особенность? В том, что мы глаголы, которые не совпадают, а таких довольно-таки много. Примерно каждый пятый глагол в немецком языке используется не так, как они работают в русском. Четыре из пяти полностью совпадают. И это, опять же, хорошая новость. Так вот, мы глаголы, не совпадающие с русским, цепляем не к русскому переводу, не говорим для себя так. Ага, я жду на тебя, вот так надо запоминать. Мы цепляем это к глаголу, который работает точно так же, который нам абсолютно понятен. То есть мы должны учить это сразу же, изначально. Вот такие не совпадающие глаголы, чуть ниже их будет очень много сегодня. С глаголом, который нам понятен. Мы говорим, на кого ты надеешься? Auf wen hofst du? Кого ты ждешь? Auf wen wartest du? Auf wen hofst du? Auf wen wartest du? Неважно, как это звучит на вашем родном языке. В английском, в русском или в любом другом. Ответ. Я жду моего брата. Ich warte auf meinen Bruder. Я надеюсь на моего брата. Ich hoffe auf meinen Bruder. Ich warte auf meinen Bruder. Ich hoffe auf meinen Bruder. Надеюсь, что все понятно. Опять попрошу вас, обязательно пишите в комментариях. Понятно ли все? Может быть, я слишком быстро говорю, слишком медленно, слишком громко. Пишите, я читаю и стараюсь прислушиваться к вашим комментариям. Итак, следующий глагол. Sich freuen auf akkusativ. Это радоваться кому-то. И читаем вопрос. Auf wen freust du dich? Переводится Кому ты радуешься? Ну или лучше звучит кому ты рад. Я рад тебе. Или дословно я радуюсь тебе. Ich freue mich auf dich. То есть, опять же, посмотрите, они работают идентично, абсолютно. Ich warte auf dich. Я жду тебя. Ich hoffe auf dich. Я надеюсь на тебя. Ich freue mich auf dich. Я рад тебе. Три разных варианта в русском языке, абсолютно идентичного в немецком языке. Единственное, что здесь у нас также есть частица sich, возвратная. Это потому, что глагол возвратный, по-немецки reflexive werben, называется эта тема. И если вы в них путаетесь, как меняется эта частица sich, mich, dich, где она должна стоять в предложении, то очень подробно в уроке 21 это разобрано. И второй пример. Auf wen freust du dich? Ich freue mich auf meinen Bruder. Кому ты радуешься? Я радуюсь моему брату. И сегодня в чем особенность и фишка по сравнению с первым уроком, помимо того, что другие глаголы, абсолютно другие глаголы, которые работают абсолютно по-другому. Их, во-первых, сегодня у нас побольше. Во-вторых, мы возьмем не только глаголы, но и наречие или прилагательное. Gord, гордый, Stolz переводится. И у него точно такое же управление. То есть по-русски будет Кем ты гордишься? А по-немецки будет точно так же Auf wen bist du stolz? Я горжусь тобой. Ich bin stolz auf dich. Дословно Я есть горд на тебя. Но если вы будете всегда переводить дословно, вы сойдете с ума. Это я вам точно говорю. И никогда не заговорите на немецком. Итак, подводим итог. Давайте сначала просто только отдельно вопросы. Первый локомотив. За него цепляются наши вагончики, которые все в русском звучат по-разному. А в немецком это все одно и то же. В немецком это такой единый одинаковый поезд. Итак, первый. Надеяться на вопросы. На кого ты надеешься? Auf wen hoffst du? Кого ты ждешь? Auf wen wartest du? Кому ты радуешься? Auf wen freust du dich? Кем ты гордишься? Auf wen bist du stolz? Я очень надеюсь, что вы поняли не только, как это работает, а вы еще поняли саму идею сегодняшнего урока, что именно уча, изучая их вместе, не по отдельности, а вместе цепляя один за другой. И если вы когда-то где-то на экзамене забудете, блин, как же сказать, кем ты гордишься? Или я горжусь моим братом. Вы просто вспомните, что вы учили это вместе. То есть, ага, так, я жду тебя. Ich warte auf dich. Я надеюсь на тебя. Ich hoffe auf dich. Я горжусь тобой. Ich bin stolz auf dich. Ага. Цепляете за локомотив в вагончике. Я знаю. Кстати, да, иногда мне писали, что я слишком много повторяю одно и то же. Знаю. Просто я хочу, чтобы вам было окончательно и полностью все понятно. Итак, это были самые-самые основы. Самый простой вопрос, самый простой ответ. Но дальше мы будем разбирать чуть подробнее. А для этого нам нужно разобрать максимальное количество разных форм и примеров. То есть, например, мы можем сказать Я надеюсь на тебя, а потом в прошедшем времени. Я на тебя надеялся. Я жду тебя. Я тебя ждал. Я радуюсь тебе. Я тебя радовался. Я горжусь тобой. Я гордился тобой. Ну, или я был горд тобой. По-немецки Чтобы это усвоить, просто нужно сделать десятки Или некоторым, даже сотне повторений Осознанных и, опять же, понимая, что вы говорите Понимая, как это работает А дальше количество переходит в качество Ничего нового Далее обязательно нужно знать вот эту таблицу Опять же Кто что – именительный падеж Кого что – винительный падеж Кому чему – дательный падеж Кто – я, кого – меня Кому – мне Ты – тебя – тебе Он – его – ему Она – ее – ей Мы – нас – нам Нас – нам в немецком звучит одинаково Вы – вас – вам Вас – вам одинаково И они – кого – их Кому – им И по всей этой таблице мы обязаны Всю парадигму, то есть все возможные варианты Мы обязаны проговаривать и проговаривать И, опять же, что мы делаем дальше? Мы ведем крест-накрест То есть только что было Я жду тебя Я надеюсь на тебя Я радуюсь тебе Я горжусь тобой А теперь все наоборот Ты радуешься мне Ты надеешься на меня Ты гордишься мной И так далее Напомню, что теперь к каждому уроку У нас есть аудиокурс В котором все, что вы видите на экране Озвучено Оставлены паузы для вашего повторения Там я специально стараюсь помедленнее говорить Чтобы было четко и понятно Нормальные паузы оставлены И дается перевод Таким образом вы можете максимально закрепить Все, что я вам сегодня объясняю И больше никогда в жизни Во всяком случае вот в этих четырех фразах, глаголах Не ошибаться Аудиоматериал где-то на 30 минут получился И ссылку на его приобретение Вы найдете внизу в первом закрепленном комментарии Кроме того, это отличный способ поддержать мою работу Сказать мне спасибо И получить для себя суперматериалы Сейчас же давайте я в прошедшем времени Не буду читать, чтобы ролик не длился слишком долго А прочитаю все только в настоящем Кроме того, я надеюсь, что вы уже запомнили перевод Надеяться, ждать, радоваться и гордиться Поэтому я просто читаю вот эти фразы И вы можете нажать на паузу, если хотите повторять со мной Итак Он надеется на нее И так далее Наоборот Она надеется на него Мы надеемся на вас И кстати, забыл еще важный момент сказать Хотя он у меня где-то здесь записан Что больше подобных глаголов и прилагательных В конце урока В конце урока я сделал подборку Так что досмотрите обязательно до конца Всех глаголов и прилагательных Которые регулярно, ежедневно используются в немецком языке И работают вот один в один точно так же, как эти четыре примера Так, мы остановились на wir Идем к ihr nam Вы надеетесь на нас Ihr hofft auf uns Ihr wartet auf uns Ihr freut euch auf uns Ihr seid stolz auf uns Вы гордитесь нами И последнее Я надеюсь на них То есть вот ради того, чтобы они А тут accusativ на них Я надеюсь Ich hoffe auf sie Ich warte auf sie Я жду их Ich freue mich auf sie Я радуюсь им Ich bin stolz auf sie Я горжусь Ими Окей Дальше что мы делаем? Еще раз повторяем вопросы Повторюсь, многие недооценивают вопросы А вопросы для изучения языка Это ключевой момент И часто я встречаю, что ученики Когда приходят мне Вроде бы как имеют там А2 или B1 До сих пор не могут нормально задать вот такой вопрос Хотя на B1 уже все обязаны Задавать такие вопросы правильно Итак, еще раз И далее Там у нас были местоимения Я горжусь им Он гордится мной И так далее Теперь у нас существительные Я надеюсь на моего учителя Я жду моего учителя Я радуюсь моему учителю И я горд горжусь моим учителем Ich hoffe auf meinen Lehrer Ich warte auf meinen Lehrer Ich freue mich auf meinen Lehrer Ich bin stolz auf meinen Lehrer И далее мы обязаны, опять же Чтобы научиться говорить свободно Всю парадигму Все возможные формы, варианты Проговорить вслух Обязательно Пока вы не начнете говорить Как можно больше вслух Не писать упражнения Не решать тесты А говорить вслух Заставляйте работать свой речевой аппарат Вы, опять же, не научитесь говорить Так вот Дальше мы ведем по табличке Опять же, перевод Я думаю оставим Du hoffst auf deinen Lehrer То есть она надеется на своего учителя Она ждет своего учителя На всякий случай, да, еще раз Она радуется своему учителю Она гордится своим учителем Мы Wir hoffen auf unseren Lehrer Wir warten auf unseren Lehrer Wir freuen uns auf unseren Lehrer Wir sind stolz auf unseren Lehrer Вы Ihr hofft auf euren Lehrer Вы надеетесь на вашего учителя Ihr wartet auf euren Lehrer Вы ждете вашего учителя Ihr freut euch auf euren Lehrer Вы радуетесь вашему учителю Ihr seid stolz auf euren Lehrer Вы гордитесь своим учителем Sie Это они у нас последние Sie hoffen auf ihren Lehrer Sie warten auf ihren Lehrer Sie freuen sich auf ihren Lehrer Sie sind stolz auf ihren Lehrer И это мы полностью проработали мужской род Мужской род Akkusativ Выглядит вот так Окончание артикля Либо слов артиклей Что такое слова артиклей Если кто-то не понимает Спрашивайте в комментариях В частности Притяжательные местоимения Мой, твой, свой, ее Это вот отдельная тема И все эти слова являются словами-артиклями Они стоят на месте артикля И ведут себя как артикли Далее нам необходимо проработать Каждый род У нас есть мужской род Средний род Все то же самое Только в среднем роде Винительный падеж по-другому звучит Выглядит Женский род Опять же прорабатываем по всей таблице И в аудиокурсе Все это проговорено И множественное число То есть Итак Итак Сейчас глаголы разберем И последний раз напомню Что любые вопросы По любой теме По любой грамматике По сегодняшнему уроку На канале около 400 уроков Разобраны абсолютно все Ну или практически все темы Все, что вы хотите спросить О немецком языке Все разобрано Поэтому спрашивайте Я вам просто напрямую дам Необходимую ссылку Вы посмотрите Там будет все так же понятно Как сегодня А я надеюсь, что вам понятно И разберетесь в любой теме Другие популярные глаголы Которые работают так же Я здесь брал глаголы По популярности То есть По частоте использования В ежедневном общении А не потому Совпадают они или нет То есть Допустим Отвечать на вопрос Все четко Я отвечаю на твой вопрос Тут Я слежу за тобой Или я обращаю внимание на тебя Скорее так Я обращаю внимание на тебя Я охту на тебя Ахтен auf Это скорее обращать внимание Следить А aufpassen auf Это именно следить Там, запустим За детьми Этот глагол интересен тем Что у него отделяемая приставка Auf Которая будет в конец уходить И управление auf Такое иногда бывает Итак, я слежу за моими детьми Попробуйте сказать Правильный вариант Еще управление Не совпадающее с русским языком И чем сложнее глагол А этот глагол Вплоть до уровня B2 Наверное для всех Будет являться сложным Тем больше времени Надо уделить Одному конкретному глаголу Это концентрироваться на чем-то И снова, видите, здесь совпадает с русским языком И, кстати, на канале у меня был ролик Где абсолютно все глаголы Там их, не знаю, 40 или 50 Очень много Все глаголы с auf И частые, и нечастые Вплоть до уровня C2 буквально Разобраны Поэтому, кому интересно Переходим вот по этой ссылке Для тех, кто материалы не приобретет И не будет иметь этого PDF-файла Я эту ссылку оставлю В первом закрепленном комментарии Там же, где я всегда Все ссылки оставляю Другие подобные популярные наречия Опять же, кто-то их прилагательными Но это одновременно И прилагательные, и наречия То есть, злой или зол Я зол на тебя Я напряжен в ожидании игры Я завидую тебе Я любопытен в ожидании чего-то Как бы с любопытством ожидаю игры И я в ярости на тебя Я очень зол на тебя В ярости И опять же Здесь у меня есть отдельный уже на канале ролик Где у нас разобраны все прилагательные Не только с таким управлением А вообще все прилагательные Которые не совпадают с русским языком Какое бы управление А управление это предлог и поддерж У них не было И также ссылка будет здесь И внизу На этом на сегодня все Если ролик был вам полезен Жду ваших лайков Это очень важно для меня Это очень меня мотивирует И увидимся скоро Пока